Далой неравенство. С таким лозунгом фермеры балтийских стран решили обратиться к европейским чиновникам. Дело в том, что дотации, которые получают фермеры в Эстонии, Латвии и Литве, значительно отличаются от общеевропейских. И, увы, не в большую сторону. Вообще, проблемы в развитии эстонского сельского хозяйства довольно давние, но от этого еще более запутанные и трудные. Отправившийся сегодня в Брюссель трактор Беларусь является неким символом тяжелой жизни нашего сельского хозяйства и неравных условий конкуренции между балтийскими и европейскими фермерами. Причина этого заключается в простой, но до нельзя обидной фразе. Так сложилось исторически. Этому нет какой-то конкретной причины. Дело только лишь в том, что фермеры стран Старого Света не хотят отдавать не цент, а от своих евродотаций, ведь это отразится на их бюджете. Мы же считаем, что это несправедливо, ведь это сказывается и на ценах в магазинах. Когда, например, голландский фермер получает в 7 раз больше дотаций, то свою продукцию он может продавать гораздо дешевле. В общем, балтийские фермеры требуют, чтобы размер прямых дотаций для крестьян составлял по меньшей мере 80% их средней величины в ЕС, начиная с 2014 года. Трактор должен прибыть в Брюссель 22 ноября, к моменту собрания Европейского совета. Так фермеры надеются убедить еврочиновников увеличить сельскохозяйственные пособия для трех стран Балтии, которые сейчас являются самыми низкими в Евросоюзе. По мнению некоторых евродепутатов, которые вместе с фермерами провожали трактор советской эпохи в путь, такой шаг должен произвести впечатление на европейских чиновников. Самое важное то, что это не протест-акция одного конкретного государства, это протест-акция трех государств, которые имеют то самое прошлое, то самое проблемы. И сейчас надо рассматривать наши проблемы на таком свежем понимании. Насчет того, может ли старенький трактор самостоятельно добраться до Брюсселя, есть разные мнения. Однако напомним, что общая продолжительность пути составляет более 2000 километров, а максимальная скорость трактора всего 30. Конечно, этот советский трактор Беларусь вряд ли доберется до Брюсселя своим ходом. Вероятно, самостоятельно он проедет лишь в Балтийские страны, а в Польше его погрузят в специальный контейнер. И похоже, что сельское хозяйство наших стран, так же, как и этот старый трактор, без помощи не справится. Павел Озеров, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал. Павел Озеров, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.